Сегодня в программе «Удачная среда» смотрите Когда традиционные средства не подходят Избавляемся от сорняков с помощью химической прополки Тактика нужна даже в дачных делах Большой урожай можно собрать и с маленького участка Пользуемся лунным календарем Советы для тех, кто выходит на грядки, учитывая лунные ритмы Здравствуйте, дорогие огородники! Сегодня мы поговорим о прополке О химической прополке Мы все знаем, что у нас сезон начинается с травы Все лето мы с травой И кончается сезон травой Вот поэтому на наших маленьких участках Бедные огородники с утра до вечера Все лето занимаются в основном прополкой Иначе урожай будет значительно меньше Сорняки, они очень агрессивные Они очень стремятся выжить И поэтому вот если посмотреть лебеда Она дает столько семян, одно растение Так мало того, у лебеды семена еще двух, трех видов Одни всходят в первый же год Вторые семена взойдут на второй, третий год А третья группа семян может сохраняться в земле до пяти лет И потом опять выйти И вроде кажется, вот вы особенно привезли с навозом этих семян Раскидали по огороду Бац, не было лебеды, пошла лебеда И вы будете полоть ее, не давая ее семениться на своем участке Лет пять-шесть Вот такая это очень сильная агрессивная травка Также у нас очень сильно агрессивные травки На огороде мешается это так называемая березка Это осот, это пырей, мокрица, клевер Ну а дуванчики про них особый разговор Они вообще могут заполонить весь участок Если вовремя за ними не следить Вот много у нас сорняков, о которых мы даже и не говорим Поэтому химическая прополка в принципе нужна Особенно дорожки вот такие между грядками зарастают Боковины вот такие вот у заборов, межа зарастают Конечно, очень обидно, когда за забором у соседа Целина и луговина И постоянный рассадник семян И эти семена летят на ваш участок Такой участок очень трудно обрабатывать Но все-таки можно Итак, химическая прополка К нам, раньше нам не давали эти препараты Но, то есть эти препараты уже давно существуют Но существуют в промышленном, на полях Производстве продукции овощной На полях, на зерновых, на пшеницах, на горохах и так далее Почему-то не разрешалось Сейчас госрегистр разрешает И целый ряд вот у нас препаратов имеется для применения Самое главное правильно разводить Если вы очень круто разведете от инструкции Более густые препараты разводятся для злостных, деревянистых, для корневых порослей Это разводится для деревьев, для порослей Нормальный развод Нормальный развод – это 10 мл препарата глифосфата на 1 литр воды Если вы слабее разводете или совсем слабо разведете Вы ничего не добьетесь, вы только усилите рост сорняка Вот такая интересная ситуация с этими гербицитами Основной гербицит сплошного действия – это соль глифосата К сожалению, у нас разные фирмы выпускают под разными наименованиями один и тот же препарат Вот если мы с вами возьмем несколько препаратов Вот я покажу вам Это, кажется, разные препараты Торнадо, Ураган, Граунд, Раундап, Стриж, Глифос, Глиф Вот много названий Вот эти все названия содержат в себе одно и то же вещество Это вещество называется гербицит сплошного действия Он работает против всех растений без выбора То есть если вы этим веществом попадете на добрые растения, они тоже погибнут На сорняки они тоже погибнут И вот этими веществами, препаратами лучше всего обрабатывать, конечно, сплошные обработки Там, где у вас нет хороших растений В условиях приусадебного хозяйства, когда у нас все так густо-густо сидит и хочется сделать химическую обработку Значит, берете с собой щиток и ходите и закрываете Если у вас, допустим, среди земляники или среди помидор вылезла березка, вылезла пырей, одуванчик То тут делается совсем по-другому Либо, значит, вы защищаете щитом вот так вот растение А рядом с растением вот так вот прыскаете на вредителя Чтобы не попасть на хорошее растение Либо, значит, вы применяете специальные гербициды Значит, или еще делается так Когда у нас вот такие вот растения Вот капуста, и вот, смотрите, сидят вот эти вот Начете прыскать, попадете на капусту Нехорошо Поэтому берете, наливаете раствор в мисочку, кисточку берете И вот кисточкой аккуратненько намачиваете поверхность вот этих листочечков Вот так вот Вот Видите? Аккуратненько В данном ситуации вы никого не опрыскали Капуста, сидящая рядом Живенькая, здоровенькая На нее ничего не попало А псорняки получили свою дозу гербицида Или, когда вы делаете сплошное опрыскивание Берете опрыскиватель обыкновенный Сделай, регулируете струйку Так вот И вот она дорожка Вот у нас эти травка вся И вот так аккуратненько, аккуратненько Всю травочку вот так вот вы сбрызгиваете Вот Стараясь не попадать, конечно, на края дорожки Где у вас добрые, хорошие растения Вот таким вот образом Видите, как у вас хорошо получается Вот Все И препарат теперь должен всасываться в листочки Принцип действия этих препаратов какой? Значит, они работают не на земле Ни в корни, ни полив Эти препараты мы с вами Они всасываются в листочки растений И в течение четырех часов Чтобы было сухо Почему нежелательно обрабатывать утром? Утром роса Если нет росы, обрабатывайте утром Если роса, то не стоит обрабатывать На растениях вода Роса вы добавляете раствор Раствор мгновенно с росой реагирует, растворяется Концентрация становится слабенькой И результата вы Значит, убийственной дозы для этих растений Вы не получите Поэтому желательно делать обработку В вечернее время, в сухое Вот как сейчас засуха идет Очень хорошо И в это время вы можете Спокойно вечером обрабатывать все травы Хватит времени на полное всасывание Чтобы было хорошее полное всасывание Нужно четыре часа без полива и без дождя Тогда будет нормально Два часа, а тем более час маловато Не успеет всасаться хорошо препарат в эти растения И тогда вы их не сможете полностью погубить Есть, значит, еще Это мы сказали о глифосе Который, значит, препарат полностью от всех видов растений Ну, у нас сейчас есть Вот сейчас есть такой препарат Называется Лантрел и Газотрел Этот препарат, он хорош на газонах А также на землянике Если у вас земляника, значит, зарастает Особенно весной, значит, и осенью То тогда вот эти вот Вы разводите эти препараты И обрабатываете грядку с земляникой Саму землянику этот препарат не тронет Но все, значит, широколистные и двулистные Двудольные сорняки многолетники на ней погибнут Вот Другой тип препарата, значит, вот называется отличник Он идет у нас с вами на лук, на морковку На картофель, на томаты Тоже он не... Это селективного такого действия избранного Он не тронет у вас эти культуры Но зато основную массу сорняков Которая произрастает на этой же грядке Существенно погибнут Особенно хорошо на морковке Когда она только-только взошла Один, два, три настоящих листочка А трава на ней растет И полоть ее еще нельзя, потому что повредите листочки И в то же время траву нельзя оставлять Иначе она затянет морковку Вот такие вот... Такой вот гербицид на морковочке хорош На картофеле также применяется хорошо лазурит Вот И прополол это на газонах То есть лантрел и прополол на газонах Лазурит на картофеле На томатах На картофеле вот на таком Вот картофель только всходит Вот если посмотреть на это поле Картофель только всходит Помимо того, что здесь вылезла березка Здесь уже можно видеть Много-много однолетних сорняков поднялось Вот сейчас вечерком Вот эту грядочку лазуритом Прямо сплошняком пройти и опрыскать И когда уже картошка еще сильнее поднимется У нас будет чистое поле Вот результат Неделю назад обрабатывали раундапом Вот этот вот вьюнок Видите, уже у него как пожелтели макушки Это значит, корень начал погибать Вот А через пять дней Этот вьюнок полностью погибнет Погибнет не просто вьюнок Погибнет этот корень метровой длины Но не обольщайтесь Корней много в земле Этот погибнет, новый вылезет Поэтому с такими сорняками, как пырей, осод Многоуровневая корневая система Пороться придется все лето и обрабатывать их несколько раз Итак, дачные рекорды Если вы жалуетесь на то, что на вашем дачном участке Недостаточно соток То полюбуйтесь на эту ферму Семья из четырех человек Не только себя обеспечивает свежими овощами и фруктами Но и поставляет их на продажу Хотя поначалу калифорнийцы тоже переживали Из-за отсутствия места для земледелия Но выбрав грамотную тактику, в год им удается собирать по 3 тонны овощей и фруктов Всего лишь с четырех соток Всего на ферме произрастает около 400 сортов овощей, фруктов и съедобных цветов Мало того, на заднем дворе разместились куры, утки и козы А ведь все начиналось с простого Глава семейства хотел выращивать продукты для детей без консервантов Еще задают вопрос у нас Как бороться с таким злостным сорняком, как клен Или еще такие деревья, сорняки Что с ними делать? Их просто так по листве не возьмешь С ними можно делать так Сверлить дырочки Внутри, вот так под наклоном к стволу Вот таким вот образом И в этой дырочке вливать концентрированный 10% раствор глифосфата То бишь любого препарата сплошного действия И несколько раз так И тогда это дерево у вас погибнет То есть в данной ситуации вот таким вот образом можно действовать Ну, пожалуй, все можно еще сказать о таком гербициде Которым в свое время пользовались наши предыдущие огородники Когда не было химических предыдущих следов Это керосин Если мы с вами будем делать керосин Из расчета 100 грамм керосина на 10 литров воды Вот такую высокую концентрацию И этой концентрацией, ну, польем хотя бы 5-6 квадратных метров То вам гарантированно погибнет мокрица Погибнет однолетние сорняки на морковке И морковка, петрушка, укроп останутся целыми Но зато вот масса однолетних сорняков Маленькая лебеда, мокрица, куриная проса Вот эти вот сорняки погибнут просто от керосина Помимо вот этой вот химической защиты Если вы ее не будете применять Желаю вам хорошо бороться с сорняками Но не забывайте, что на вот таких вот грядочках Придется полоть вручную Здесь мы с вами ничего не сделаем гербицидами Потому что очень плотно стоит хорошая наша продукция Тут и лук, тут тебе и укроп И тут же сорняк Но этот сорняк придется полоть руками Для тех, кто привык ухаживать за растениями Учитывая лунные фазы Наш календарь 22 и 23 июня убывающая луна в близнецах Никаких работ по посадке или пересадке растений Связанных с повреждением корней Делать нельзя Зато эти дни являются благоприятными для того Чтобы скосить газон Прополкой лучше заниматься вручную 24 июня новолуние Луна будет пребывать в созвездии рака Лучшее, что вам стоит сделать в этот день Это как следует отдохнуть 25 июня растущая луна в раке Прорыхлите почву и полейте будущий урожай 26 и 27 июня растущая луна во льве Прорыхлите сухую землю А после займитесь прополкой и прореживанием всходов 28 июня растущая луна в созвездии Девы Растения, посеянные под этим знаком, растут хорошо Но не могут порадовать таким же хорошим урожаем Так что займитесь борьбой с вредителями Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok